Доброе утро! Не ожидали нас увидеть? А мы снова здесь. Неделя вторая. Доброе утро. В студии Павел Савченко, Анна Шамбадал. Хорошего вам дня. Ну так что, продолжим. Многие люди в своей речи используют архаизмы, то есть устаревшие слова. Но лучше ли говорить обычным, нормальным языком, правильно, вот новыми словами? Может быть так? Я не знаю, но использование архаизмов, историзмов и книжных слов позволяет приблизить нашего современника к определенному историческому времени. Да, архаизмы описывают старые места, города, используются во многих познавательных книгах. Чтобы знать нашу историю, надо знать и устаревшие слова. С этими словами наша речь становится ярче, разнообразнее, тем более эти слова передавались многими людьми из поколения в поколение. И многие люди разговаривают так, ну они просто так разговаривают, потому что их научили, ну привычка, если хочешь. У нас тоже, кстати говоря, есть многие фразы, которые вошли в наш обиход, что мы просто не можем, мне кажется, обойтись без них. Действительно так. Сегодня у нас в гостях Андрей Силютин, заведующий кафедрой теоретического прикладного языкознания Челгу. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, так есть ли в современном мире место архаизмам, историзмам и иным, вот как написано, книжним словам? Ну, конечно же, есть. Многие писатели используют эти слова для того, чтобы создать в своих произведениях атмосферу той исторической эпохи, о которой они, собственно, пишут, где события происходят в данный момент. Ну и тем более, часть устаревших слов, она очень привлекательна, и люди, кто с романтической натурой, да, они могут в своей речи использовать эти слова для того, чтобы как-то приобщиться вот к духу своих предков. Вспомнить о том, вот, времени, которое было раньше, и как-то, может быть, какой-то туман, да, напустить в своих фразах. Поэтому можно ли использовать их для разных целей? Ну, вот так вот книгу читаешь, вот, например, Иванов «Золото бунта», и ты читаешь книгу, и тут же у тебя лежит словарь. И ты просто вот слово «шитик», которое вообще вот как бы неизвестно, мне оно неизвестно, и ты всё-всё ищешь. Я помню, я первую главу читала, и практически тут же со словарем... Ну, ты дочитала, давай. Нет, ещё не дочитала. Скажите, а вот вообще возможно ли от них отказаться, и через несколько лет они уйдут или нет вообще, в принципе, эти слова? Через несколько лет, через несколько десятков лет они куда-то исчезают, ну, вот уже так вот безвозвратно или всё же? Ну, какие-то слова действительно могут исчезнуть, потому что язык – это живой организм, и он развивается, он растёт, то есть что-то исчезает, что-то приходит новое. Какие-то слова забываются, какие-то слова остаются, но меняют значение, например. Поэтому здесь может быть всё, что угодно. Но я вам хочу просто напомнить не только про Алексея Иванова, а ещё и про Александра Сергеевича Пушкина, у которого в его произведениях тоже очень много слов, которые не знают взрослые, которые эти сказки читают детям на ночь. А дети абсолютно нормально воспринимают эти слова, и они даже не задумываются об их значении, для них они слова точно такие же, как и другие слова нашёлся. Ну, совершенно верно, просто нам-то взрослым же нужен ответ на каждый вопрос, а дети этого не требуют. А что касаемо новых слов, новых слов, заимствованных слов, ведь их становится всё больше и больше, да, какие-то появляются. Это вот, кстати, откуда они берутся у нас? Это действительно заимствованные слова или какие-то, скажем так, переделанные наши? Ну, в основном, конечно, слова заимствуются, потому что и в основном заимствуются из английского языка. 200 лет назад, во времена Александра Сергеевича Пушкина, слова в основном заимствовались из французского языка, совершенно верно. А сейчас, поскольку английский язык, он стал гораздо популярнее, то заимствования идут оттуда. Но наравне с заимствованием, конечно, появляются ещё и какие-то новые слова, так называемые неологизмы, или авторские, да, слова. То есть те слова, которые придумывают люди, писатели те же самые, и они могут их придумывать не на основе какого-то английского другого языка, да, на основе русского языка. Ну вот, говоря о том, что язык вообще это живой механизм, да, организм, вот скажите, пожалуйста, вы, как всё-таки человек, который этим профессионально занимаетесь, возможно ли в одной речи, в одном промежутке времени использовать как новые заимствованные слова, так и куда-то уходить к архаизму, например? Это вообще допустимо, но какие-то по правилам. По правилам, да. Ну, есть такое слово, называется уместность. Вот если это в данном случае уместно в речи, то это можно использовать для придания какого-то эффекта, да, речи. То есть, а если это неуместно, то, конечно, лучше тогда ограничиться либо устаревшей лексикой, либо новой лексикой. Ну, я тут, кстати, хочу привести пример. Обращали внимание на ценники и на название одежды в магазине, когда выбирали? Так. Я вот увидел один раз, что там написано «фуфайка». Фуфайка? Фуфайка, да, то есть то, что мы называем, например, кофта или свитер, да, более современным словом, там почему-то на ценнике было написано «фуфайка». Ну, то есть они тоже решили вернуться. Тоже решили вернуться в прошлое, да, и подать вам «фуфайку». Чтобы обратить, опять же, внимание, вот покупателя. Возможно, купи себе «фуфайку», знаешь, свитер каждый купит, а «фуфайку» нет. Спасибо вам огромное за ранний визит. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Андрей Селютин, заведующий кафедрой теоретического прикладного языкознания Чиилгу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!